Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня приготовим очень вкусный ванильный пудинг или молочный пудинг. Это очень вкусный десерт без выпечки, который готовится буквально за пять минут и получится абсолютно у всех. Для приготовления понадобится небольшое количество ингредиентов. Также в десерт можно добавлять различные добавки, о которых я вам расскажу в конце видео. Как всегда, не забывайте ставить ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. В ковшик наливаем 800 миллилитров молока. У меня молоко полужирное. Если у вас молоко жирное, то будет еще вкуснее или даже некоторые смешивают молоко со сливками. Так получится еще вкуснее. В описании под видео я вам оставлю полное количество всех ингредиентов на 800 миллилитров молока и на 500 миллилитров, чтобы вам было удобнее ориентироваться. Молоко ставим на огонь и доводим до закипания. И пока подготовим следующие ингредиенты. Три яйца разделяем на желтки и белки. У меня яйца крупные. Если у вас яйца помельче, то можно использовать одно полное яйцо и два желтка. Я уже пробовала и так и так. Получается одинаково вкусно. И теперь в желтки добавляем 6 столовых ложек сахара. Сахар можно регулировать по вкусу. И 4 столовые ложки крахмала. У меня крахмал кукурузный, можно любой. Можно крахмал заменить на муку. И все перетираем венчиком. Молоко у меня закипело. Сразу убираем его с огня. Кстати, желательно брать кастрюлю с толстым дном, чтобы у нас ничего не подгорело. И теперь небольшую часть молока от общего количества тоненькой струйкой наливаем яично-сахарную смесь. И все быстро перемешиваем, чтобы яйца не свернулись. И полученную массу выливаем снова в ковшик с оставшимся молоком. И еще раз все перемешиваем. И снова ставим ковшик на огонь. И регулярно помешивая, доводим массу до закипания. Чтобы ничего не прилипло и не скомковалось, помешивать нужно постоянно. Масса начала закипать. Сразу уменьшаем огонь до минимального. Продолжаем интенсивно помешивать и увариваем массу примерно пару минут до загустения. Вот посмотрите, пошли вот такие пузыри. Сразу отключаем огонь. Обратите внимание на консистенцию. В еще горячий пудинг добавляем 50 грамм сливочного масла. И добавляем ваниль. Я добавлю 4 чайные ложечки. Ну а вы добавляйте по своему вкусу. Если вы используете экстракт ванили, как я, то добавляйте его в конце. А если вы пользуетесь палочкой ванили, то в самом начале, когда ставите закипать молоко. И теперь все еще раз перемешаем. Если в массе получилось слишком много комочков, то ее можно перебить погружным блендером, либо протереть через сито. Пудинг сразу переливаем в другую емкость, чтобы он побыстрее остыл. В качестве формочек можно использовать любые бокалы, стаканы, креманки. И теперь раскладываем десерт по формочкам. Друзья, у меня получилось на 8 порций. Каждая порция примерно по 100 грамм. Накрываем наш ванильный пудинг пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляем полностью остыть. С помощью овощечистки я сделала стружку из шоколада и присыпаю сверху ею пудинг. Друзья, получилось очень-очень вкусно. Вместо шоколада можно присыпать пудинг несладким какао, корицей, украсить фруктами, ягодами. Это все на ваш вкус. Всем желаю приятного аппетита, отличного настроения. Не забывайте ставить лайки и писать мне ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok